Привет, друзья! С вами Дима с Дальнего Востока, с города Владивостока. И сегодня я вам покажу, как сделать фонарик из светодиодной лампы, или как сделать так, чтобы лампа ярко светилась прямо у вас в руках. Лампочку держу в руках, никакие провода к ней не идут, а светит она настолько ярко, что камера отрабатывает, и нам видно темноту. Сейчас я эту лампочку выключу, вы увидите, как она выглядит. Толь яркое свечение, лампочки обеспечивают, конечно же, элементы питания, которые находятся прямо в ней, и, конечно же, светодиоды. А вот про схему, а вот про схему я вам расскажу кое-что интересное. Совсем недавно YouTube выдал мне к просмотру ролик с очередным лайфхаком. Как сделать лампочку, светящуюся в руках, или же как сделать из нее фонарик. Вот этот ролик. Лично мне показалось, что схему данного простого устройства слишком сильно усложнили. Ведь ни для кого не секрет, что можно не обязательно запаливать светодиоды на самой матрице, которую мы вытащили из светодиодной лампочки. Да, они рассчитаны на 220 вольт. Да, можно, конечно, поприкалываться и использовать какой-нибудь качер Бровина или Буровина, или же обыкновенный джоульвор, который я демонстрировал неоднократно. Но это не столь интересно, и сегодня вы увидите, как все сделать гораздо проще. Да, вот такая собранная лампочка позволяет светиться вот этим светодиодом без дополнительной переделки. Лампочка была на 220 вольт, а теперь она может работать от одной пальчиковой батарейки. Давайте покажу как. Если в такой лампочке использовать даже вот такой вот никель-кадмиевый аккумулятор с напряжением всего лишь 1,2 вольта, он очень легко влезает в эту лампочку и закрывается вместе с этими светодиодами, то мы можем видеть очень яркое свечение. Давайте подключим проводочки и посмотрим, насколько ярко будет светиться это устройство. Вот. Прекрасный яркий свет под отражателем, он будет выглядеть вот таким вот образом. Все. Кажется, что все готово. Можно даже не заморачиваться со столь сложной схемой, которую предложил автор оригинального ролика. А сделать все именно так, как предлагает доктор схем, то бишь я, Дима с Дальнего Востока, с города Владивосток. Как видите, эта схема гораздо проще. Да, это обыкновенный джоульвор, и в нем нет ничего хитрого. Более-менее мощный транзистор, дросселек из лампочки экономки, и матрица светится даже от вот таких низкосортных аккумуляторов. Хотя в оригинале был применен, по-моему, аккумулятор на 3,7 вольта. Давайте взглянем еще разок. А если у нас в руках столь жирный и столь мощный аккумулятор, то, ребятки, можно обойтись и без джоульворов, и вообще без электронных схем. Ведь все мы прекрасно знаем, что если у нас есть напряжение 3,7 вольта, то белые светодиоды могут хорошо загораться. И взять вот такую вот матрицу белых светодиодов от обыкновенной лампочки, или же от вот такого фонарика, у нас не составит труда. Таких матриц светодиодных полно. И вместо того, чтобы с умным видом рассказывать, как работает повышающий преобразователь с дросселем и на одном транзисторе, засвечивая светодиодную матрицу, мы можем банально подключить светодиоды к этому аккумулятору, ровно так, как это сделано в обыкновенном карманном фонарике. А уж под рассеиватель эти светодиоды очень легко заходят. То есть мы можем разместить аккумулятор прямо в корпусе лампочки, сверху разместить матрицу со светодиодами, дальше все это закрыть колпачком, а дальше у нас получается вот такое чудесное чудо. Готовая светодиодная лампочка с аккумулятором внутри, без всяких транзисторов, микросхем и дросселей. И светить она будет ярко, а лучше к ней, конечно же, приделать какой-нибудь хитрый выключатель. Можно замыкать вот эти два контакта, а можно воспользоваться герконом, а можно сделать так, как делаю это я. И вот у меня в руках горит самая настоящая лампочка, надписи на которой гласят, что она на 220 вольт. Слишком ярко горит. Но, так же ярко горит и светодиодный фонарик, в котором тоже нет никаких преобразователей, а всего лишь три небольших пальчиковых тонких батарейки. К примеру, вот таких. Не, надо выключить лампочку, а то иначе ничего не лезет. Как видите, нет ничего волшебного и удивительного в том, чтобы сделать с помощью аккумулятора и вот такой вот светодиодной матрицы из обыкновенной лампочки на 220 вольт обыкновенный светодиодный фонарик, который будет светиться у вас в руках. Да, не используя никаких хитрых схем и повышающих преобразователей. Но, ведь можно было сделать гораздо круче. Для меня до сих пор остается загадкой и парадоксом то, что никто из электроблогеров до сих пор не захотел сделать все то же самое, но только из вот такой вот лампочки, которая является газоразрядной экономкой. Да, тут полозиться немножко надо чуть-чуть посложнее, чуть-чуть посложнее. Схема настолько проста и опубликована на моем канале, что повторить ее сможет даже детсадовский школьник. Но не блогеры, похоже. А на этом все. Пока. С вами был Дима с Дальнего Востока, с города Владивостока.